всем всем привет с вами снова татьяна и канал мой называется татьяна беликова девочки как и обещала сейчас покажу вам перфокарты я подбирала пряжу и рисунок под именно вязку палантина и я его нашла вчера у нас было очень плохо с интернетом и я делала перфокарты вот такой перфокарту еще одну сделала орнамент легко делается очень даже если хотите напишите я тогда уже покажу как я их перерисовываю беру с компьютера без всякого распечатывания сразу переношу на листик и потом делаю перфоратором дырочки вот так это значит у нас жаккард перфокарта вот такая вот перфокарта по которой я буду вязать палантин это прессовый узор мне очень понравилось сейчас мы на ней становимся поближе потом пробила вот такую еще создала перфокарту она идет но я так понимаю что это ажур с ажурной надо кареткой перфокарты для пятого класса ну и который то подходит вот это вот подходит для третьего класса вот это допустим тоже подойдет для третьего класса это орнамент вот такая вот киска уж очень она мне понравилась гляньте какая красотка сидит я уже вязала на пятом классе образец но его распустил девчата потом свяжу уже когда буду использовать ее и обязательно вам покажу вот это перфокарта это ажур здесь видите в одну сторону идут стрелочки потом они разворачиваются и идут как бы линии линии вот это накиды 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 они идут другую сторону это перфокарта вяжется на пятом классе с помощью ажурной каретки и и я вчера не попробовала а вот эту пробовала вот эту пробовала но распустила а теперь давайте вот на этой остановимся перфокарте вот она мне очень очень понравилась как я ее пробовал я ее пробовала в трех видах пряжи в трех и остановилась на 1 нет в 4 до вперед девчата вперед на пятом классе я попробовала смотрите вот такой получается узор это вот изнанка но она может использоваться как лицевая сторона мне понравилось прям красиво смотрится вот так он смотрится на лицевой стороне ну лицевая лицевая да тут ничего необычного нету ее можно использовать как изнаночную сторону довольно таки будет прилично выглядеть но вот этот узорчик очень понравился можно вязать тоненьких ниточек и кофточки и палантинчики и пледики почему бы нет да вот такой вот подбирать надо плотность и ниточку под любой буквально узор под любую перфокарту и все тогда у вас получится вот это я оставила это пятый значит класс плотность плотность я не скажу по моему троечка и вязала вот это вот нитка но она бракованная вот эта нитка помните я вязала штанишки она вся рвется 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 ну поэтому я ее использую вот на такие вот случаи на какие-либо образцы мне ее не жалко на все равно в изделие не годится затем это же перфокарта но пряжа кавказская двойка смотрите девчата вот тут я начинал начинал но это маленький как бы это плотность здесь вот плотность я сделала побольше и вот что у меня получается смотрите довольно таки неплохо до рисунок такой симпатичный у нас получается вот такие вот ромбики не ромбики не понять что вот здесь у меня слетела петля и вот здесь слетела но это образец я не стала даже обращать на это внимание думаю да это образец я его распущу но то что получилось девочки мне очень очень даже понравилось вот такой плед можно вязать он будет теплый с кавказской двойки чем не плед да можно детские навязать и обвязку сделать очень симпатичную также на машине просто можно цвета менять чтобы был яркие красивые вот так выглядит с лицевой стороны но тоже неплохо до идет мужик у меня там бегает вот тоже неплохо смотрится эта машина третьего класса но это думаю я буду иметь в виду вот просто лицевая гладь ведь вяжется как хорошо двойка и все же попробовала взяла ализе лана год но в кавказской там где-то 200 200 230 может быть метров на 100 грамм а это вот белая пряжа это ализе лана год здесь значит 240 смотрите какая она толстая толстая пряжа думаю дай-ка я с нее тоже попробую девочки смотрите что у меня получилось пряжа толстая но рисунок выходит вот он таковый узор гляньте какой он красивый вот здесь и вот слип узор слип узор мне даже здесь больше понравился здесь то есть у нас идут накиды а вот здесь у нас девчата идут вот по три протяжки видите вот этот мне даже больше понравился вот просто красивый часто увеличу смотрите как он вблизи смотрится просто шикарно можно вязать и свитера и кардиганы можно вязать и пальто почему бы и нет вот таким узорчиком ну принципе и вот этим тоже вот вообще красивые красивые вот так он на лицевой стороне ну я бы лицевую конечно использовала как изнаночную а вот эти вот стороны я бы использовала как лицевую толстовато это тонковато это толстовато думаю ну что же что же вчера я в муках была какую мне пряжу взять девчата мне нужно связать как вы думаете мне же нужно связать два палантина на подарок и вот такую пряжу я взяла из своих последних запасов она вот пушится немножко угадайте что это за пряжа это ализе реал 40 сейчас я вам покажу ее в матке и цвет ну вот девочки вот и я моточек перемотала на мотал очки смотрите это ализе ангора реал 40 классная пряжа просто классная здесь на 60 процентов акрил 40 шерсть 30 градусов спицами если вязать два с половиной пять крючочек 14 color у нас пятьсот сорок один цвет просто нереально безумно красивый посмотрите цвет обалденный вот такой цвет подойдет и молодом возрасте и в пожилом возрасте на любой возраст я думаю но он такой спокойный красивый цвет у меня их упаковка поэтому здесь выйдет красивый красивый большой палантин 100 граммах 430 метров вот из него я и буду вязать палантин а теперь смотрите что у меня получилось вот по этой перфокарте обалденно красивый рисунок девочки я просто вот не зря я вчера посидела я попробовал такой 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 пряжей и и потом о чудо вот то что мне нужно посмотреть ой простите смотрите какой рисуночек нежный очень нежный да и он такой вот как выпуклые вот это вот идут вот вот они это на меньшей плотности здесь плотность я увеличиваю он получается сразу увеличивается и в размерах и смотрится гляньте как он красиво он смотрится выглядит очень очень обалденно красиво вот вот таким вот я буду вязать палантин вот этим именно на этой плотности вот здесь я набирала 30 петель но 30 петель сколько здесь сантиметров сейчас я вам скажу вот в 30 петлях ну 20 20 выходит да грубо грубо девочки ну 18 если если чуть-чуть его вот так сделать то будет 20 30 60 90 90 петель надо брать 90 еще можно 100 взять петель будет приличная ширина но и где-то нужно все равно под наверно метр семьдесят метр восемьдесят вот так вот чтобы укутаться чтобы можно было использовать и на плечи и у замотать шею как шарф я думаю так вот так девочки смотрится на другой стороне то изнанка вот эта изнанка но она уме я ее рассматриваю как лицевую вот просто но если будет это палантин то смотрите вот одна сторона очень красивая да неплохо неплохо и вот эта же сторона только увеличена плотность больше плотность смотрите видите мне напоминает вот тот палантин который я уже вязала вот вот он вот он собирается как бы жучки как жучки вот они вообще получилось ну красивая вот прям вот красота вот это я буду вязать уже палантин сегодня начну сегодня я его начну и сегодня я еще хочу там тоже сделать перфокарты именно вот слеп узоры таковые узоры которые подойдут и для палантинов и для таких небольших пледиков пледики можно вязать детские в коляску можно вязать взрослые да девчат смотрите как вам пишите вот это вам нравится или же на большей плотности я выбираю вот этот но и этот ничем не хуже абсолютно а сейчас девочки я пойду провяжу вот этот тоже классный провяжу еще образец и буду набирать вязать сам само это полотно вот этот очень не понравился тоже слеп узор просто обалденный можно посмотреть как это будет вот смотреться в другой пряжи но я думаю тоже не менее красочно смотрите как красиво он глядится да вообще просто шикарно поэтому девчата я сейчас по провязываю немножко и обязательно к вам подключусь и покажу что у меня получается если сесть и засеку сколько времени я буду его вязать вот допустим палантин на палантин сколько уйдет времени от начала ну хотя бы за час сколько там провяжется я думаю что а полтора а может быть даже и два моточка но они уйдут вот вещь вещь должна быть добротная и не куцая а ну метр семьдесят хотя бы я так думаю это самый минимум метр семьдесят а то и метр восемьдесят по длине вот а вообще не колкая я думаю что тому кому я подарю она должна понравится пряжа такая мягкая пушистенькая вообще и тепленькая ну что-то не идет к машинки пока у меня есть время я пошла девчата вязать потом к вам подключусь девочки сейчас я буду вязать палантин по перфокарте таковым узором я вот набрала сорок шесть ноль сорок шесть петель провязала бросовой нитью немножко повесила гребенку грузики потом провязала один рядок вот такой вот прям катушечной нитью и набрала косичку основную мою вот ниточку путем вернее при помощи петли уловителя каждую видите набрал теперь я буду вязать плотность у меня два перфокарта стоит заблокирована и счетчик обнулен так теперь мне нужно поставить вот эту кнопочку на положение 3 или с к но здесь не пишется с к это пятом классе из к и нажать вот на эти две клавиши одновременно и проводим первый первый ряд вперед надо было провести девчата вперед проведем вот у меня не стоит видите где на шестидесятом ряду нужно первый ряд вот здесь неправильно поэтому я убираю и все сейчас провяжем снова как первый ряд и опять забыл девчата это уже дубль два понимаете надо провязать мне хотя бы рядков 5 кулирной гладью а потом уже включать нашу перфокарту давайте проверим второй ряд четвертый по моему петелька убежала 1 46 у нас иголочек 046 я провязала 4 рядочка вот 8 рядков я думаю хватит мне теперь теперь я поставлю так стоит у меня на единичке а я поставлю вот третье со второго ряда мою перфокарту здесь поворачиваю на к с провязываю первый ряд иголочки сделали разбор 3 и 1 в заднем положении как бы 3 вперед выдвинулись теперь я разблокирую перфокарту вот 1 и 2 удлиненный будем делать рисунок до конца довожу вот эту штучку сейчас смотрите вот на эту вот кнопочку она начнет у нас работать при движении каретки каретку плавно виду теперь я повешу грузики вот в начале своего вязания стой с той стороны девчата кошечки чтобы петельки наши вот эти не убежали вот поэтому почему сказала дубль 2 у меня убежала петля убежала петля и поймать ее просто ну невозможно это уже приходится все раз пускать и перевязывать поэтому вяжем внимательно я еще не нажала на две кнопочки которые так ставим третий ряд видите тоже сегодня я красненькие две кнопочки вот эти нажимаем на таковый узор вот эти иголочки которые провязывают делает накид провязывает делает накид вот таким образом почему-то начинаешь когда вязать на камеру все время начинается какое-то волнение это вот точно девочки не знаю почему но мне кажется это так у всех людей может быть не только у меня одной потихоньку буду вязать 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 вот таким образом буду лежать девчата плотность меня стоит двоечка вот рисунок мой получается видите вот такой рисунок вот такой будет палантин но здесь многовато я думаю у начала потом можно будет просто взять вот тут подвернуть сделать подвороте ну посмотрим девочки что там и как будет я первый раз вижу поэтому буду вязать внимательно сейчас по мере того как полотно у нас увеличивается нужно перевешивать наши ниточки вот здесь тоже сбежала две иголки вот почему не могу понять две петли снова снова потерялись почему они теряются почему-то не цепляет их сейчас сейчас я их буду ловить две именно его ниточки на две петельки убежали почему не знаю куда они могли бежать все провязывается здесь вот она должна куда-то жить и что опять не распускать ну как тут она куда-то должна уходить подняла вроде бы подняла буду вязать девчат потихоньку и буду наблюдать почему-то в одном месте прошлый раз у меня сбежала петля и сейчас по моему в том же месте опять сбежала заколок зацепилась вот петелька зацепилась заколок почему значит надо одеть еще щеточки сейчас наденем потому что петля вот зацепилась у меня заколок сейчас девчата буду разбираться что ж такое вот девчата чё хочу еще сказать вести сколько я провязала крабики я передвигаю конечно же верху особенно вот эти вот крайние в этой машине идут вот такие щетки сейчас я их откручу и вам покажу вот видите вот когда поставила вот эти щетки их можно ставить вот в такое положение и они будут прижимать вот оттуда во нить и можно ставить их вот в это вот положение и они будут прижимать ниточку вот видите прям к машине вот алена мне говорила а я забыла вот сейчас я их поставила одна щетка и вот вторая и работаю уже с ними тогда петельки просто прижимаются надо плавно водить каретку и наблюдать за процессом нашим вяжем дальше ну вот она делает накиды и провязываем накиды и провязываем этот удлиненная теперь я буду вязать девчата уже самостоятельно потом провяжу и к вам подключусь мои хорошие покажу что у меня получается на данный момент вот такой уже у меня полотно и провязано 68 рядков вот петли набросили накиды 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 теперь провяз теперь провяз ну вот таким образом буду работать все девчонки как провяжу я вам обязательно покажу а теперь я буду вязать самостоятельно девочки у меня полдесятого вечера гляньте на эту идиллию мальчик мой спит пришел с улицы и сразу на подстилочку лег а мусичка мусичка красавица королева наша жмется к батарее к морозу девочки к морозу на улице мороз мороз зима зима я вам сейчас покажу сколько я провязала вот такое полотно у меня висит на машине девчата это уже полотно дубль 3 два раза я распускала провязала уже сантиметров сорок и у меня гляжу была спущена петля вот где вот здесь вот накиды идут да вот они накиды вот вот здесь вот накиды 3 провязывает петли вот это четвертая петля она делает накиды 3 провязывает четвертая петля делает накиды по перфокарте она вот 3 3 раза 3 вверх идет а вот это 3 накида потом провяз снова 3 3 вот накида и снова провяз девочки 3 раза слетала петля и я безжалостно все распускала думаю ну что ж такое что ж такое у меня положение вот это было вот на крайнем то есть это наверное все же двойная для двухфантурной наверное я не знаю ну удлиненный короче рисунок был я взяла уже думаю да сколько что я буду распускать я взяла и зафиксировала вот на первом положении и о чудо у меня начало вот видите вязаться здесь попался узелок вот он узелок в моточке но ничего страшного мы его спрячем и его даже не будет видно ну я думаю вот вот рисунок получается вот такой я думаю что неплохо да вяжу на плотности 2 на одну половину на одну точечку в общем один и две точки вот я сделала плотность чуть меньше и 46 0 46 ну я думаю сегодня его добью довяжу девочки вот от матка что у меня остается это на раз-два и он у меня сейчас просто закончится поэтому надо мне доставать моточек и идти перематывать пряжа девчата просто обалденная ангора реал 40 вот с нее вяжу видите у нее пушочек цвет цвет такой благородный пятьсот сорок один цвет вот моя вся эта пряжа так она и стоит здесь но я никак ну сейчас буду вязать и буду вам показывать я думаю что на машинках она у меня разойдется быстро девочки еще будем заказывать так что давайте буду сейчас наматывать вот эту я довязываю моточек и пойду быстренько намотаю еще один моток я думаю у меня уйдет как бы ширина достаточная и вот сколько у меня провязано сейчас двести двадцать один да но я так думаю что где-то шестьсот шестьсот пятьдесят а может быть даже семьсот рядов надо вязать так чтобы был прям вот палантин палантином чтобы можно было закутаться если его вот так пополам перегнуть вот получится двойной шарф заматываю горло можно и на голову накинуть в общем носить можно по-всякому самое главное связать девочки самое главное связать так я буду продолжать вязать я в таком хорошем настроении когда все получается девчата я вам желаю ровных петелек а мне завершение вот этого процесса а завтра буду уже свитер вон лежит видите костя сегодня говорит а это что что за цвет такой я говорю ты что запереживал это все уберется тут будет резинка он а я уже запереживал что это зеленый за цвет я говорю все нормально не переживай завтра будем довязывать свитерок ладно продолжаю вязать девочки я все же его связала смотрите какой огромный и закрыла даже очень правильно все как у нормальной вязальщицы сейчас прям покажу вам даже закрытие сделала через колок видите классно ну что снимаем девчонки снимаем аккуратненько и я вам сейчас его покажу вот моя теперь душа закрыла краешек он будет не стянут видите теперь отстирать вот он наш рисунок в общем я сейчас взвешу девочки и вам скажу сколько вот вторая сторона смотрите мне нравится и та и та сторона просто прелесть вот прям поближе покажу вот это как бы идет у нас лицевая да сторона а это вот изнаночная ну можно носить как двухсторонний хочешь укрылся этой стороной сделал наверх хочешь этой сейчас девчата скажу сколько в граммах у меня получилось шестьсот девятнадцать рядов шестьсот девятнадцать рядов шестьдесят так сколько сорок шесть ноль сорок шесть шестьдесят две петли сейчас весу узнаем девочки взвесила двести сорок четыре грамма смотрите какой вот я подальше прямо отойду вот такой длинный это он еще скукоженный только что снятый с машины вот ширина его ну я думаю тот человек кому этот палантинчик уйдет будет очень очень довольны смотрите он какой теплый спинку укрывает но это все расправится я довольна я как удав ой вообще девочки посмотрите какой красивый какой красивенный рисунок да вообще шикардос шикардос это вот одна сторона как бы изнаночная но она мне больше нравится и вот это смотрите это лицевая можно кому это предназначено может носить и как палантин и как зимой шарф девчата и грудь прикроет и тут замотает и нос спрячет и можно и голову укрыть представляете три в одном палантин шарф сноут все что угодно да вообще мне очень очень понравился ну я еще один должна связать и как можно скорее ой пойду сейчас стирать стирать хвостики уберу постираю закрыла девочки здесь вот у меня получается раз слепая еще раз два три четыре пять шесть семь семь рядков и восьмым закрыла вот через колок мне понравилось вот вот закрытие видите не стянуто абсолютно не стянуто но здесь вот бросовая у меня еще ниточка сейчас я ее удалю спрячу вот эти два узелочка а у меня еще вот здесь потому что я же в общем у меня два матка полных ушло и от третьего половинка сейчас буду еще сматывать вот эти все сейчас узелочки все попрячу смотаю эти у меня еще два с половиной матка осталось вере покажу если ей понравится цвет то наверное шапочку ей свяжу лицевой гладью просит ну свяжем лицевой гладью что же сделать да там выйдет и этот вот бакус она не носит снудик наверное в один оборот и шапочка получится классная можно шарфик все девчата все мои дорогие у меня уже 12 ночи мне надо спрятать сейчас узелки и пойти постирать на этом все пишите комментарии понравился вам не понравился потом сделаем обзор более подробно все расскажу всех обнимаю всем пока пока с вами была ваша Татьяна учусь учусь девочки учусь и очень радуюсь